Всем привет, ребята, с вами Талий Зелёный. Приехали с Святахой Гнатюковым в его избу. Из Тони, да, Тонька. Я тут с Бобой куча снимали, так же делали. Помню, для уточек, улей вот мой. Много, а, там беседка была, мостик. Где мы сидели. Расчистил болото здесь это полностью, заилино было. Зарыблил, помню, карпиками. И ты ещё руками. Да, руками, я тогда таких помню. Такого взял карпа, класс. Потом наканеры всё выбили здесь местные. Ну, вообще классно было. В общем, почему мы сюда приехали? Сделать ремонт, сохранить эту избу. Потому что уже рубероид, когда-то мы заезжали, уже он всё порванный. Купили новый рулон рубероида, где мы перекроем и сохраним. Взяли удочки, взяли верши, зонтик, где выплывем, порыбачим и поставим. А завтра приедем, проверим, посмотрим, что здесь и как. Что здесь возьмётся. Вот верша вот такая вот. Ну, новенькая, и мне может пригодиться туда на осень. И зонтик поставим на ночь. И на поплавковое сейчас на лозочке заплывём, порыбачим. Да. И сохранить надо избу. Сделать ремонт, ну. Слушай, это такая память. Да, да, это уже память приезжать. Только тут 24 часа, как мы тут проводили. И Новый год, Рождество отмечали. Перила может немножко что-то так поставить. Ну, понятно, эти ветки. Кто-то опёрся, оно тут уже повалилось. Мы какие-то ветки притащим. Ещё сделаем какие-то перила. И сохраним. Побегаем в шкуру, Виталя взял. Побегаем с Тони. Да, да. Побалуемся. Да, бежи, бегай, гуляйся здесь. Только что уже за кадром тренировка была. Я держал Тони. А Виталя отбежал, запрятался. И Тони по следу. Да, побежал, меня поискал. По следу такой, хоп-хоп, нашёл. Кто? Я пришёл, говорю, мостик, атмосферно. Да, вот мостик. Выдерживает. Ну, там уже, конечно, чуть-чуть он так подушатался. Ну, там, да. Ну, время уже сколько? Сколько вот, получается, из Би Хоббита и этому пруду уже? Ну, больше трёх. Нет, а больше? Больше даже. Года четыре уже, да? Конечно. Столько тут, я же говорю, видосов. Столько ностальгии. Вот ещё для уточек. Да, уже такое суставо. Смотри, Лилия, как красиво. Да, кстати. Когда-то и сеточка, ленка, я знаю, здесь запускал. Есть, развёлся, видно. Рыба есть, так что половим, посмотрим. Поплывём, да, покидаем. И щука развелась по любасу за эти года здесь. Так что интересно будет. Сейчас перекроем, сделаем ремонт и потом порыбашим. Что-то приготовим ещё. Единственный момент, рубероид очень тяжёлый, его там погрузили нам. А сейчас мы будем мотками разматывать и перетаскивать, потому что у меня спина нельзя тяжело поливать, а Виталий варикоз с ногами. Да, мы сейчас... Два инвалида. Замеряем сколько и кусками будем резать и перетаскивать. Да, то там действительно... Да там килограммов 30, наверное. И что, там больше. Больше даже, да? Я же говорю, два инвалида. Собрались. Она говорит, мама, ты приехал, помнишь, вишни оборвать, чтобы лестницу принести. А, Виталийка, мама. Она металлическая, тяжёлая. Я не могу, а ты со сведом. Да. Да, Виталийка, мама попросила вишни оборвать, лестница, она тяжёлая. Виталийка говорит, и я не могу, и ты не можешь что делать. В итоге как-то понахиляли, внарвали. Тонь, на природке нравится? Так что пошли. Сейчас ты держишь что-то в оконце на рулетку. Замеряем, короче, сколько будет. Там 15 метров. И я думаю, хватит три слоя докрас разбить. Да-да, потому что сейчас вот внутрь даже заглянуть. Вот дожди сейчас, осень. Осень, начнутся дожди. И посмотрите, ну вот уже цереть будет всё, гнить. Ну, видите, там тоже дырмаха какая прогнила. Нет, ты чё, тварь, печки труба. А, я думал. Накроем её. Голова, два уха. Так, классно. Иди, Тонь, ты не мог ещё вылезти. Иди, там дядька твой, знаешь, сколько ночевал с нами? Иди, понюхай, там дядька был. Дядька, дядька Бобка. Да, просто выбегали. И ушечек были, там кормушка. У него, ребят, повадок столько бобанных, это ужас. Так же самое всё, я же говорю. И лапу вот эту вот так поднимает, и рычит. Я говорю, копия. Только шерсть какая-то чуть-чуть длиннее. Ты куда ты? Не очень. Куда ты, жучара? Я как лапки. Пускай не будет, ты бегаешь. Так что пошли. Да, пошли замерять. Давай работать. Уже так похолодало. Ну сейчас, кстати, вот не этот. Держи, задрал. Ты будешь в длину так сразу, да? Я понял. Сколько? Так, берём чуть больше. Так, 3,80. 3,80. А, ну так раз. 3,80, это как раз хватит, да? Да, получается, хоп, 12 метров почти. Вот, и на 3 метра ещё там отход. И ещё кинем туда где-то. Рубероид хороший. И всё, и сохраним когда-то приезжать. Да, ты что, ностальгия такая? Сколько здесь, я же говорю, движух был? Конечно, это да, такая. Сохранить просто уже память. Изба хорошая сделана, пускай стоит. Так, ты что, это, я же говорю, бас, бас. Не грязи! Зачем, брод? Он всё берёт, грязёт. Веточки разные. Ты задрал. Так что пошли. Не, нормально. Хватит его гамнежа, а то привык гамнягать. Поработать нет. Дождей, ребят, нет. Засуха. Ну смотрите, грибочек есть. Его кто-то нямкал даже. Тонька, подожди. Это хороший? Уже сломал случайно. Пахнет осенью. Смотрите какой. И кто-то грыз, какая-то мышка. Да, грибочки уже пошли. Как раз пора. Вы что? Уже должны. Просто я же говорю, что дождей этих нет. вот здесь у нас лежит рубероид метров 150 от домика думаешь хватит как раз да вот тогда кто не то не он водичку пошли почти водичку обьешь пойдем так вот ему сделал и водичку и вот такими частями будут легче и перетаскивать скажи ну конечно мешать рулетку ту грызет листик уже схватил ну дитё три месяца до ровно 8 8 вот ли мы по моему белого растоптали жесть этой этой рулеткой ты понял на старый червивый ничего себе беленький суша есть его чего я пошел искать сейчас прошнырю и нырочки да ну пошли пошли давай кто первый найдет гриб давай а то последний кто не грибочки но интересно уже если бы прикольно я не зрячий я даже прохожу же виталя хоп нашел а я не вижу я в них еще не соображаю здесь я пойду за грибами мухомора в разных нас играл я только что еду за кадром витали о грибочек который то мухомор ты чё они маскируются так эти грибы вот видите нашел но это какой-то по ходу мухомор вот по ходу нормальный витали спросим смотрите это за гриб напишите в комментариях виталий должен шарить я по ходу первый я первый это мухомор он возле пенька рос нереально хороший хороший это хороший напишите это хороший рип или нет резали сразу три рулона этот скрутили и сейчас скрутим перенесем уже полегче будет вот так вот фух сейчас перетаскиваем и будем настилать попереносили потихоньку рубероид и не зря приехали заберу вот этот улей свой лесной тот лагерь король я вот говорил просто нет времени на это мы доделаем за осень за зиму этот лесной лагерь буду приезжать помогать ну да буду приглашать если что а потом будет зима хочу забить опять прорубь две такие вот дубовые колонны не поставить потом два улья знаешь и все и мурашки не буду задалбать как реально суши это прикольно их задалбали я мазал я помню как это эта фигня таким следом да и на весну недалеко до семью да и вот хороший я смотрю знаешь сделаю новые рамки всего крышу может чем-то вот помашу возьму также каким да да он еще дебил сделаю здесь им площадочку новую и все будет отлично и в воде будет да ну да от берега там пару метров возьму себе забью колышек дубовый когда отстанет лед прорубь но это реально много ходов и удобно да надо и задалывать не будет да и все и себе за диму даже будет время приставлю когда домик вообще сделаю то планирую там поехать туда по куче мелочей будет и себе жизнь в лесу тебе неделю там 2 и часами а зимой то можно будет уже переночевать ну да он уже будет печечка я хочу сделать мне есть манька буржуечка забрать ну и конечно сделать там сбоку в камин чтобы тебе просто подкинуть там или сгону визу у кого-то мы родом эти горят себе поленки но приятно ну и конечно такая будет сразу буржуечка типа маленькая мини-кухонька чтоб сразу что-то там поливать приготовить и себе класс без интернета без ничего но движуха такая природа класс тут отдыхаешь душой вообще кайфово сейчас на лодочке когда-то делаем как заплывем как что-то наловим надеюсь червячки есть на червячка покидаем но они он эту большую же грезет на твоего тонень небольшая это для ковыряет фу нельзя витали опять что-то грезет в рот берет фу и землю брал будешь доказано первая пошла закинули мы прям сверху на это все ничего страшного так я разматываю сюда так лишь бы не упасть тут не спотекнуться вот так все у меня край видали меня все четко о отлично что сюда вперед может подать чуть-чуть смотри здесь фиш чуть-чуть выпукает не надо назад лучше тогда так тут принципе как раз три и хватит да тут как раз три говорю рулона вот этих шума отмерили и хватит они по метру может там чуть-чуть а четвертый шутева тут он кусочек что-то осталось еще от куда-то применится до 350 где-то у нас будет может так раз хотя да у нас 380 да о все давай следующий тони спотыкнуться через него так ладно сейчас следующую настелим на потом укреплять ну тут что тут показывать ничего таки да я полез туда элементарно вот так вот разрезали уже не тяжело килограмм наверно по 10 а вот носился тогда он такой же был а это он такой же был хороший уже видишь здесь клеенка а это похуже был до вечно говнит на меня тихо не провались что они что они спаси хозяина а позови его будет то не то не то не на нас на то не надо на а он где питание назови его смотри то не фу смотри где вот люди вот и куда залез смотри смотри тонь помогал делать смотрите чуть-чуть не хватило но там запас есть просто нафлёст идеалов по сантиметров такие ну даже уже не протекалов остыта так раз посмотрим уже смотри осталось хватит я думаю хватит вполне я думаю ну-ка почти ну уже слушай уже ну не будет протекать потому что и портится не будет но класс да 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 ты обновленная такая теперь балками укрепить изи да то не опять что-то лизал то не взяву и вот так вот укреплять теперь убиваем но чтобы не сдуло ураганами сейчас осень ветра такие это в лесу сейчас так тихо спокойно поехали в поле такие ветра ужас и с другой стороны тоже самое здесь уже чуть-чуть но она ничего страшного уже промокать не будет изба будет целости и сохранности сохранить избу самое главное 15 минут и готово из бабы чем себе стоять радовать глаз таха пока вырезал ветки еще пошел укреплять немножко рубероид чтоб не слетел то я же говорю литрами тонет и помогать пришел я решил желудку накачивать время не терять поплывем ставить вершу вот и зонтик и порыбачим завтра приедем проверять что налезло поплаваем по прудику такому же листья падают осень вовсю такие перепады то жара кто холодно кофту снял прохладно кофту одел жарко как раз такой сезон начался перепады погоды но обманчивая погода можно заболеть так что аккуратно смотрите мне все накачал я лодку раз поплывем отдыхающие шоу отдыхаете у него такой шум этого заворачивается вечно большие такие не пояса о осень мне нравится осень на красивая пара но вот эти дожди холодина это минус осени да сейчас чуть-чуть передышечка и плывем на удочки кидать и ставить ловушки за рыбка будет интересно на утро проверить самого интересного да то не все грызть ему все мы грызть что полетели ставить ловушки рыбачить рыбачить ставить ловушки на ночь и завтра проверять прилетим все спускаем лодку на столочек на зерцо аккуратненько то не спеши я поплыл так давай потом все давай тонька давай это спальник не падать я сюда он будет спать на нем пока рыба чему же то не поспит то они пошли поплыли рыбку ловить поплыли рыбку вот так вот и воду чуть-чуть окунулся все давай там залазь выдержала тебя капан а выдержать уже проверяли вот удобненько зонтик не забыть класс сейчас порыбачим репахи нацеплялись о сколько здесь рязки помню бревном или ты даже я давали мы бревном брали бревно короче такое длинное и проплывали светали очистили да потом вытаскивали садком вот тут я помню с помостка я вот так оттуда закрывал сначала помню руками пошел половил карпа поймал помнишь и отпустил и сот столько уходила блин то столов и сюда у тебя тут был по моему я запустил помню таких хороших карпиков на ладошку она очень подруга и такого хорошего с полу локтя поймал на удочку помню такие хоба это ощущение кайф такой лопат и расчистил запустил дел там помню в камыши пошел и поймал и столько там их кишила я помню пришли по убивали кто-то да сейчас ничего не будет или там у себя где-то где ты живешь или охранника ну понятно это им доверять тоже знаешь могут запустить не могут по убивать только могут прийти вот тут я могу я помню идет мы оттуда помню с тобой рыбачили на поплавок я еще это подсекнул помню у меня сошел тут я мы по яма пошла у меня тут прям по шейку было я тут плавал было до дна не доставал канал дал там так под берегом прошелся по ландыши до или алили мы забрались камыши на 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 души знаешь ухажите ландыши соли что там вставить тони не упади как ему интересно тони 0 0 вот тут будем якорь кидаем я хоря нет тут немножко у нас траблы у италия на одной удочке поплавок потерялся видите какие резинки делаю тут уже и здесь дряхлая но сколько и даже года нету такое блин делаю сейчас все фуфло по переводят а сколько глубина некачественно ты на дно может или надо приехать прикормить с утрец а я либо сеточку поставить проверить что здесь как здесь кстати ребята интересно можно у виталика на канале приедем с виталий и сеточку поставим 24 часа мы уже перекрыли взять там туда закинуть матрасик тем более в избе будет тепленько да так что кому интересно да пишите в комментариях приедем и полу ставим сеточку проверим уже наверняка шо тут есть надо ловушки так хорошенько все наставим и ловушки и зонтик и вершу и сервер много туда прикормки так хорошенько чтобы постояли ну и выяснить реально что тут за рыба разнообразная за столько лет вот а на эту удочку сейчас виталия планирует закинуть просто на дно мало ли может клюнет да может по наконе а уже закинул может по наконечнику сейчас возьмет но 20 где-то рыбачим поди было немножко и все ветер бывает дует нас так крутит что-то там спрошу давали но я карасика видел и мелочи здесь хватает ставит виталий уже зонтик один посмотрим да крутит блин шея уже болит она так крутит я туда поплав кому так вот так и берем завтра проверять туда понаползает интересно на поплавочек еще что-то клюнуло он светится происходит подстраиваться браке надо под подводку оба ладно перекинет так хорошо на кустик привязывается до может мы тоже привяжемся где-то до кустика чтоб нас не вертела при якорица где-то есть и теперь вершу так и верша пошел пошла следующая может привязывать не будем а когда станет руками тут не глубоко у блин глубоко интересно чтоб она лазит что-то на удочку не хочет пока клевать ну рыба гуляет виталя карасика видел там потому что малька много песочное дно так смотрю светло тогда стоит мелочь куча какой-то малька и карасика проплывал резвый еще ж ты клевать не хочет так а он малька куча не знаю вам видно или не да и там видел как проплыл карасик это карася малек или что за малек не знаешь не знаю может зонтик по наладит посмотрим за рыба да ну шо ребят порыбачили ловушки поставили ловушки будут стоять до завтра но мы с виталией только что вспомнили проверено у меня также было тоже ну сейчас сами все поймете вот кто на рыбалку собой берет рыбу мы так что да сейчас приготовим карпика вот буду готовить я виталя подснимет сейчас почищу подмою его приправками солькой и фольгу а ты хочешь свои руки это взять до ягод наконец-то буду готовить пока приготовишь а я короче дрова как всегда занимайся костром да ребят кстати вам интересно будет если виталя меня завезет в свой хутор в охотничий то есть какой хутор в охотничий домик и оставит меня на 24 часа там одного вот так даст мне спальник виталий ничего нет удочки может там что-то поймаешь кого-то карасика да и есть кресло она по моему раскладное ляжешь спать да и буду там я не знаю что буду делать грибы собирать чем-то себя занимать потому что связи там нету позвоните витали не смогу то есть он меня приезжает я начинаю видос машу виталий пока виталий машет мне пока утром там приеду часов 10 до а утром приедет даже там знаешь ну и там 10 во сколько я не буду знать и даже не смогу позвонить ни с кем пообщаться это тупо вот будет получается сутки вот как это как хоббит в общем сейчас приготовим карпика перекусить уже хочется на природе так кушать захотелось я пошел за ветками на костер разгребу чтобы трава не загорелась вот приготовим покушаем и завтра уже приедем проверять что у нас туда по налазил а то не уже отдыхает тут у него водичка что они лежи отдыхай я костер уже подготавливаю витаха чистит рыбку карпика сейчас фольги зажарим приправкой солькой да прям целиком вот так и головой до закинем жабра вытянуть себе и все а ну и кишки только вытянуть чтобы не горчили или оставить может ты будешь ну да жабра и кстати слышал они там разной разной фигни на них мула и так далее жабры всегда надо вытаскивать лодочку достали обтекает чтоб сложить сюда нужно просто просушивать потому что попреет не забывайте то ни у кого ушка завернулась отдыхает дыхать отдыхать все надо тебе спадки ты маленький ты покушал и спадки ложись ложись спадки ложись спадки водичку попей на водичка бей водичку ложись дурашка так все пошел я покрупнее собирать ветки и где-то сейчас сухую елочку найду и распалю костер жара щас нормально нужно и пожарим рыбку блин жуток я уже вам говорю урчит капец я жарю что многие из вас кстати кушают когда смотрят видео что приятного аппетита а мы только готовим кушать я просто сам беру сюда я говорю я уже много раз говорил сам беру сюда и кушаю и смотрю видосы виталя там на кто не кричит не слушается вечно что-то грызет это что-то в рот берет приправки солька и погнали до фольгу я уже костер развел домиком вот так сейчас постепенно больше больше ветки наложу жара будет много и будем жарить да тони молодец место отдыхай все ветки сухие дождей говорю нету ты уже проголодался это то у меня уже урчит конкретно живу хвостик неважно чуть-чуть разгорнем сейчас жара будет нормально разгорнем загорнем сколько он там минут 20 мне кажется если жар сейчас хорошее сделать и будет готова я уже предвкушение что туда завтра налазит это вот самое а интересно проверить она сама что крутое когда я тоже когда видосы смотрю вот так вот когда об поднимают и так и шо там а тут когда в живую это вообще вдвойной кайф и вам интересно думаю напишите так сейчас надо побольше веточки пойти по нас играть жара больше было вот эти такие дряхлые а то не карпика будет кушать то не будешь карпика все жар уже нормальный будем закидывать карпика хвостик при палец хрустеть будет а жар хороший опа ты как закапывать будешь или потом перевернуть перевернем снизу все равно жара больше а может еще сверху накидать чуть-чуть веток чтобы быстрее да я тут принес переворачивать чуть-чуть можно накидать быстрее приготовиться то не опять ухо завернулась карпика хочешь возле костра отходи отходи горячо там жижа а речо а речо а ему играться на шерстка классно аж без кит тонь 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 рачози костра отходи беленькая пятнышка у него здесь чешется давай шейкова чуха лапку дал привет привет я виталя тебя как зовут пузико только в каком-то фильме знаешь это самое там где собака разговаривает в детстве смотрел типа говорит ну хозяин такой пузико и чешет она говорит блин ну в уме такая думает что он не чешет то пузико ну сделай вид что мне нравится знаешь может им не нравится пузико люди думают что нравится они нравится тоже так прикол еще ушки нравится вышки тут шейку где они не достают лапкой они лапкой только тут сбоку достают а пузико и шейку не достают поэтому им нравится талия 100 не отдыхают я уже три раза перевернул сейчас еще думаю пару раз переверну можно будет доставать томиться там просто не знаю на низу уже может жара немного и так сверху накидал и переворачиваю потом и опять накидываю и как раз сейчас догорает этот жар часто к сторону сделаю по постелю так туда и сверху еще накидаю будет нормально готова надеюсь потому что жалко если не приготовиться сырую хавать так виталий решил проверить что она готова или нет чуть-чуть отверстия так а то или еще чуть-чуть то отлично я думал еще туда-сюда повертеть она уже готова тони готова рыбка грызть и грызть столько мурах тут тут муравейник просто рядом смотрите и они залазят они такие блин не маленькие кусючие видите такой огромный и они тут везде а залазит по ногам одно приходится так вот сушивать их так у крови нема запах приправа готовый аппетит уже разыгрался на природе а ви видишь да к славенький да ты что это не хочет куда ему можно без косточек я вот оставлю ему чуть-чуть я сам дам а пускай стынет и нигде не я не не я не собирался с косточкой дальше подавился на себя этот агар брать не хочу и хозяин ты давай вкусно приправка для рыбки а еще знаешь было прикольно внутрь там помидорчика напихать на природе всегда аппетит так разыграется сочный скажи он своим соку там томился поле знаете если на гриле допустим готовить то он суховатый получается весь сок вытекает а так он весь фольги он сам соку там томился классный смотри просят на водающий маленький растущий организм нужно кушать много виталя можно стать твоей собакой это ли его кормит так там постоянно мяско кашки все вкусненькая так что да так будем кушать и собираться а завтра приедем ловушки проверять все подкрепились сходил я по мою руки умылся класс двух так ну знаете кушать нужно до первой отрыжки именно об и легкое чувство голода осталось вот у меня сейчас самый раз с виталина двоих карпика съели как раз он такой где-то килограммовый плюс-минус нормально класс вообще так я же говорю что и легкость так и и голода нет ладно сейчас буду сдавать лодку виталя пошел дрессировать тони там шкуру с собой же взял и там от него прячется бегает сидеть вот это все вот и завтра приедем посмотрим что ловушечки треугольник какой треугольник зонтик и верша все отчаливаем лодочка легенькая и себе такую хочу глаз смотрите распогодилось солнышко вышло тучи ушли глаз ветер правда но в лесочке сейчас вообще кайфово футболки даже не холодно ой лесочек ветер не задувает вот так я говорю где в поле едешь ветрено очень сильно и там уже хочется накидывать кофточку а так нормально ну все ребята давайте до завтра интересно что там у нас по налазило в ловушке завтра приедем проверять все для вас это так по щелчку пальцев а для нас нужно поехать переночевать все давайте до завтра доброе утро братва прилетели мы святахой на столок накачали лодку очень интересно что там по налазило а я так заодно проверить если что-то будет она то себе приеду на сеточку да да я смотрю что здесь прозрак такой классный ночью с фонариком понырять будет знаешь сейчас посмотрим или там что-то есть хочет воду они долгали полетели поплыли мы уплываем мы уплываем не баллы упадешь сейчас поплыли то не поплыли и сюда какая хамала будет облизать от рыбы посмотрим я сюда когда-то линков запускал знаешь таких хорошеньких да но я помню мы ловили вешу постоянно если посмотрим карасик может даже и щучка какая-то летит по я помню когда ставил сеть в том сезоне то по-моему щучки были хорошенькие или 1 даже хорошенький прикинь никто не запускал и так разводится а ножка коту на икре ой птицы птицы да я туплю на икре птицы заносят на лапках икру вот так вот и зарыбливаются рады для как опасно стоит ну нужно так привык и падал не раз он уже сегодня как бобби себя вел как дядька бежит по следу скажи первый раз и тогда было да уже так сама уже это привычка так где-то очень интересно что у нас там поймалось сегодня пораньше встали в 8 утра и прилетели уже уточка так хорошо распогодилось солнышко да погода пока хорошая вчера ветреная была сегодня класс блин проплыл вот там верша ну пошла вижу зонтик зонтик до 1 достанем да он подальше где-то уже все но доплыли где-то вот вот да прозрак реально класс говорю ночью с фонариком ты шо подводная охота на ружье это можно щучки карасика взять тут и карпика я запускал полюбасу остался что-то то по-любому гуф их выловить и тем более линка вот вижу веревочка так это у нас зонтик стоит оба а ну ну давай потягивай мне неудобно об барабанная дробь кто не не упади вода уже холодная вечно уши заворачивается ростик аккуратно что-то уже есть смотрю щучки ничего себе класс а вот еще ручки длину ли ног маленького я говорил а там же потомство потом что они такие были спал оптика такие больше ладошки ну такие вот тут вот так да я таких я помню смотри это уже дали потом сосек и вырос маленький ухты лень красавчик так что тут уже походу ленок будет в следующем сезоне неплохой да он быстро растет а если браки не будут выбивать карася нету а что-то горчичка или что мы горчичка развали в детстве бекасик называли он разноцветный что это клещ да мелкий падла как его придавить на ногтями зараза упал ну молодец ясно бобу на доню ту и зараза он мелкий сразу ну уже три щучки есть карандашики такие неплохие до забираем здесь не надо а ты щуки выбивать будет дар ленка выбивала карасика вот видишь карася что-то нету она выбивает развелось может знаешь понятно у нее сейчас жор начинается еще сейчас пожрет всего карася ленка ну вот такую горчичку хоть жрет это гадость такая не везде куча да пускай вот живет все плывем заверший что там у нас по налазила если треугольник по налазила вешаешь еще это зонтик ну ой зонтик зонтик ну хочется вешаешь еще эффективней на на такая побольше я купил новенькую 50 к копытца надо было так где-то то вверх а щука полезла закрывает вот здесь побольше а то что соник или что блин и здесь завелся этот соник паразит а он мелкий да вот это растет как и в этом да и выедает все блин сколько здесь щуки развелось о карасики карасики маленькие но желтенькие да и четыре сомика блин о класс куда вот этих этих девать сомиков не заразит выкинем на берег блин убьем погоды класс так что проверили я приеду сюда на 24 часа с ночевкой а то не уже обидывает щуку глаз посмотри сколько щук здесь развелось нифига себе это же и большая может здесь даже и спиннинг побросать будут клевать прикольно но не вот это волк вот это я доволен за такой все ребят вот такая вот движуха у нас получилась сделали домик восстановили хотя бы перекрыли все не будет гнить да потому что жалко ты шоу и про воспоминаний где я приеду уже половлю с интересом поставлю сеточку и поныряю под алинки есть щука я тебя свистну с ночевкой на 24 часа да привлечу так что ребят все спасибо за просмотр подписывайтесь на канал пишите лайки ставьте комментарии к всем пока пока не балуйся не балуйся все ребят всем пока пока пока